В Самаре интересная история, кстати. Одно время меня в Самаре больше намного узнавали, чем в Ростове. Это, наверное, первый год мой в Ростове такой был. И был такой случай на вокзале как раз. Ну, раньше в Ростове вообще меня мало узнавали, и как раз я приехал встречать с Самары девушку, наверное, и меня как раз на вокзале узнают. Я понимаю, что этот человек просто проезжающий с Самары, который ехал в Сочи, да. И, получается, он вышел с вагона и узнал меня, и опять, получается, ну, он был в Самаре. Вот такой случай. Так в Самаре часто, но в последнее время в Ростове начали, конечно, побольше, начали узнавать. Какой-то кумир, который был Тотти, Тони? Отец очень любил футбол. Ходил с детства на стадионы. Кумир. Не было такого, что прям какой-то кумир, но, наверное, был Тотти, Тони. Вот, наверное, те времена. Ну, это история из дубля. Скали выбирать какой номер с 30 по 99 как раз. Хотел взять 63, потому что регион, но он, так как в крыльях устоползанин был. 77-й там сразу тоже у вас снова был. Ну, и из хороших номеров, из красивых, был 69. И символично было то, что я, хоть и не верю в гороскоп, но по знак Зодиаку Рак, а там цифра такая же 69 перевернутая. Вот, поэтому выбор полнает номер. Идти до конца всегда. Верить. Верить в себя. Не сворачивать с пути, потому что можно один раз оступиться и пойдешь не туда. По заведениям Ростов явно превосходит Самару. Тут любят очень отдыхать. И в будний день очень много заведений, где все стольки даже забронированы. Кухня лучше, наверное, дома. Вот. А так не могу сказать. Наверное, знак равно. Одинаково. Фильм. Мой любимый фильм «Голодные игры». Как раз сейчас прикол вышел. Вот. Буду пересматривать, наверное, их. По сериалам. Много сериалов есть, которые нравятся. Но именно если пересматривать, то, наверное, документальные какие-нибудь. Возьмем со Star Media про Великую Отечественную, про историю России. Потому что посмотрев сколько, 8 часов для серии. Ну, просто невозможно, наверное, освоить эту информацию. Поэтому часто пересматриваю. Мультфильмы не пересматриваю. Не нравилось. Плохие поля. За исключением выездных матчей. Бенфика, Порту, Спортинг. Их пересчитать можно по пальцам. Вот. Плохие условия, плохие поля. Ну, наверное, в первую очередь семья. Поддержка от семьи в любой трудной ситуации. Где бы я ни был, там в Португалии, в Чехии созванивались всегда. Если в Самаре, то личные разговоры помогали. Вот как раз футбольная история из детства. В детском садике, в старшей группе. Ну, там всякие психологические тесты были, интеллектуальные тесты. И, в общем, повели нашу группу, там, не знаю, психологу, не психологу, ну, не суть. И начали, он начал задавать вопросы из разряд 2 плюс 2, там, ну, на общее развитие. И задает вопрос, какого цвета рубин? Я говорю, ну, рубин красного. Она такая, ничего себе, ну, молодец. Ну, и есть еще и зеленого. Она такая, смотри, почему зеленого? Это изумруд, наверное. Ну, у них домашняя форма красная, гостевая зеленая. Да, это к тому, что вот сколько там, 6-5 лет было мне. Я не знал, что такое рубин, как камень. Но знал, в какой форме играет футбольный клуб рубин. Ну, вот. Да, запоминающие матчи, наверное, это камбэки. Ну, и свои голы, наверное, тоже. Запоминается матч. Наверное, я отнесусь с ЦСКА, 3-3, который. Потом камбэк с Краснодаром, когда с 2-0 на домашней арене. Ну, и самый камбэк, возьму, это в Португалии по молодежной лиге. С 3-0 мы отыгрались у Белентиенша в гостях. 3-3 сделали. Наверное, ну, вот эти матчи. Путешествия. Лет 5 назад, когда был карантин как раз, я начал… Ну, я сам по себе любитель попутешествовать, узнать что-то новое, экзотическое. И поставил себе генштальт побывать на Курильских островах. На острове Аникатан и взойти на вулкан. Там вулкан… Не помню, как называется. Но это одна из, наверное, мини-мечет таких, которые, понятно, что не сейчас, но в ближайшие лет 10 хотелось бы, ну, вот именно отправиться в путешествие на Курилу. Да, похожий город на Самару. Во-первых, два города-миллионника областных центров. В принципе, ну, много развлечений, плюс речка. Вот. Поэтому, в принципе, сходство езды. Просыпаюсь, иду… Если летний день, то иду на тренировку. Если все отлично с графиком, то часто выбираюсь либо в спа-комплексы какие-то, потому что тут, ну, Ростов славится. Либо люблю ездить на соленое озеро. С центрополя, конечно. За молодежкой еще я Самар играл. Вот, наверное, самый такой вспоминающийся, наверное. Вот. Ну, потому что я сложный и по исполнению, и так далее. Пюре с рыбой. Рыба-морской еж, что она называется. Вот. Но она в теме. Я не знаю. Она в теме. Она сразу знает, что готовить, когда я приезжаю. С детства отец постоянно брал. Был я на Карпятне. Туда, в станец Ольгинской, два раза ездил. Два раза чуть не поймал, правда. Но я обязательно добью этот момент. Каждый следующий матч. Я не любитель получать подарки, поэтому я даже, наверное, не вспомню. Ну, мне кажется, не было такого, чтобы… Больше нравится дарить, наверное, дарить эмоции, чем получать. Ну, как-то так. Кажел. Диелки. Самаре. Гоша. Встали. Волейбол. Дома. Кино. Тойота. Про идеальный отпуск пусть будет. Спасибо за ваши вопросы. С вами был Егор Глинков. И до встречи на Ростов-Харине. И до встречи на «М lizzie Борис».